Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня хочу показать вам макияж, который очень часто вы спрашиваете в Инстаграме. Я выложила как-то фотографию с такими размытыми внешними уголками чёрненькими, такой лёгкий-лёгкий смакияж ежедневный. В Инстаграме спрашиваете, как сделать, на Ютубе спрашиваете, как сделать, и вот я решила показать вам, как, собственно, его и делать. Вот, сзади меня куча цветов, которые подарены на 8 марта, которые меня радуют, не перестают радовать. Вот, давайте приступим, и буду показывать, я всё лицо буду красить, потому что хочу показать вам в действии новый такой вот продукт, метеориты Baby Glow. Это из весенней коллекции Guerlain, такой флюид, тональный флюид, а-ля метеориты. Но он как бы оттенок 02 Clare у меня light. И просто вот его наносим, такую небольшую каплю на всё лицо. BB крем от Dior мне до сих пор нравится, я его до сих пор люблю. Чем-то они похожи вот с этим кремом, тональным флюидом, только тот BB крем от Dior, а этот именно такой вот флюид. Но он тоже неплохо маскирует, совсем у кого такие небольшие проблемы на лице, он как бы вполне может замаскировать. Только вот этот оттенок 02 light, самый светлый, он немножко темнее самого светлого Dior. То есть он как бы такой, ну немножко с загоринкой, грубо говоря, но он всё равно очень хорошо подстраивается под цвет лица и делает такое лицо немножко оживлённое. И я сравнила как-то, на одну щёку нанесла BB Dior и на другую вот этот Guerlain. И, конечно, да, то, что вот Guerlain позиционируется, это как, грубо говоря, жидкие такие метеориты. Ну как бы не совсем такая, как вот у них основа продаётся, метеоритная, жидкая, а действительно такой флюид, но всё равно с сиянием. То есть он виден, вот если так на одну щёку для сравнения нанести один тональный и на другую щёку вот этот, видно, да, что они действительно этот сияют. И он мне очень нравится, и я сейчас действительно пользуюсь и тем, и тем в перемешку один день этим, один день другим. И мне это очень нравится. Наношу я руками, под нос я на верхнюю губу ничего не наношу, потому что как-то это у меня всё равно неестественно смотрится. Ну, в общем, да, тон он хороший придаёт, очень всё выравнивает. Давайте сделаю поближе. Ну, вот как-то так, немножко поближе. Хочу немножко зелёненьким, вот тут у меня какая-то штука красная выросла, немножко им перекрыть эту красноту. И заново пройтись этим флюидом. Ещё чуть-чуть. Ещё-то у меня какие-то смс-ки тут идут. А давайте не флюидом, а сразу возьму под глаза, вот этим и пройдёмся. Yves Saint Laurent консилер под глаза. Им же я пользуюсь и как в качестве базы под тени. Такой красавицы. И, кстати, я почитала комментарии ваши, и многие пишут, что вот раньше канал был такой, что, ну, как бы, достаточно много бюджетных продуктов было, и это было как бы плюсом. А сейчас, в общем, пошёл в покупках люкс, и как бы немногие могут из моих подписчиков такое себе позволить. То есть, как бы, грубо говоря, обзоры не очень информативные получаются, раз человек не может позволить себе такие продукты. Что я хочу на это сказать? Мне довольно интересно пробовать люкс, потому что он кардинально отличается в большинстве случаев от масс-маркета. И мне кажется, просто дело в том, что, грубо говоря, я расту как, в принципе, человек. И мне кажется, что вот поэтому, ну, мне просто интересно и сами продукты, потому что они для меня как-то в последнее время выглядят более красивыми, более привлекательными и более какими-то качественными. Но также я хочу сказать, что, несмотря на всё это, я продолжаю покупать и масс-маркет, поэтому, как бы, не расстраивайтесь, и масс-маркет будет, и всё-таки весь люкс не скупишь, и у меня не так уж и много денег, чтобы его скупать. То есть, какое-то определённое количество я сейчас себе купила, вот, синяки эти никуда не уходят. Вот, и на этом, собственно, я думаю, что пока что я закончила и буду продолжать пользоваться масс-маркетом и покупать этот масс-маркет. Так что вы не отписывайтесь, не расстраивайтесь, он не пропал, он абсолютно так же будет фигурировать в видео, поэтому... Просто сейчас вот мне настолько понравились все эти продукты, которые я покупала, что я не могла ничего с собой сделать. В общем, вот, да, закрепляем всё это пудрочкой Агава, которая у меня почти не осталась. Вот, я её уже совсем-совсем всю использовала под глаза. И будем сейчас ещё наносить метеориты. Я просто... Это чисто психологическая, мне кажется, уже зависимость от метеоритов. Если я их не нанесу, мне кажется, что у меня лицо как голое, поэтому я их всё равно буду наносить, несмотря на то, что сама основа, как бы, она, грубо говоря, как метеоритная. Тональный этот флюид. Всё равно метеориты будут присутствовать на лице, потому что хочется мне, чтобы кожа была ещё более сияющая. Так, теперь... Теперь румяна. Румяна. Шанельку новую возьму. И поняла, что наносить её самая лучшая кисть для неё, это именно вот такая вот очень-очень плотно набитая кабуки. Вот именно такая от Ева Мозаик. Вот, пожалуйста, масс-маркет, который ничем, мне кажется, не заменится. Он самый... Для меня самая лучшая кисть в определённых случаях. В общем, камера съедает немножко света. Я прямо уже совсем-совсем румяная. Вам, наверное, видно, что я не очень румяная. Хайлайтер Диор. Ну, нравится он мне. Не знаю, может быть, какие-то другие я и найду когда-нибудь. Но вот пока мне он настолько понравился, что я пользуюсь им. И он, да, конечно, не бюджет. Ну, как не бюджет? Знаете, за тысячу раз в год можно разориться, купить клёвый продукт. Вот. Дальше я, знаете, вот, пожалуйста, опять пошёл масс-маркет. Я купила для бровей. Не обошла меня эта тенденция с бровями, чтобы хоть как-то за ними ухаживать. Я купила цветной такой вот коричневый воск для бровей от Lumine. Он в единственном оттенке. Там soft brown, по-моему, там никаких других нет. И мне вот по отзывам я почитала, посмотрела, что действительно самый клёвый воск. Даже многие там визажисты им именно пользуются, что он достаточно неплохой. И для меня, как для новичка, я вообще, в принципе, с бровями ничего никогда не делала. Поэтому для меня это очень приятное открытие, скажем так. Вообще, я на него давно покушалась, что что-нибудь всё-таки дойти купить его. Но только сейчас, видимо. Единственное, поначалу, кто никогда не пользовался ничем для бровей, конечно, это не очень неприятное, а достаточно интересное ощущение, потому что волоски на бровях как будто немножко, ну, грубо говоря, склеиваются. Поэтому, как бы, поначалу так довольно интересное ощущение. Ну, ничего, привыкаешь. Вы видите, что я всё время в это зеркало смотрюсь, потому что хочется накраситься, и мне потом по делам идти. И я вот решила снять вам, как я крашусь. Так, давайте ближе сделаем, чтобы глаза. И глаза – самая интересная часть, тот самый макияж, который вас интересовал. Наверное, ещё даже поближе надо сделать, а поближе уже и некуда. Значит, в качестве базы я буду наносить вот такие вот тени от Dior, который из весенней коллекции Dior Show Fusion Mono, оттенок 531 Myriad, о котором я очень-очень много говорила, который я расхваливала. На подвижное веко мы нанесём именно его. И дальше будем растушевывать уже чёрный просто карандаш. Для того, чтобы высветлить косточку нашу под бровью, я беру оттенок 0,5, вот таких вот тенюшечек от Bourjois, одиночек запечённых, и просто наношу его под бровь, чтобы так вот немножко высветлить это место. В таком хаотичном порядке. Дальше берём Myriad и наносим спонжиком, который идёт вместе с ними, на всё подвижное веко. Кстати, расскажите мне, кто ходил и купил эти тени, или кто ходил и хотя бы потестил, расскажите свои впечатления. Я не знаю, мне кажется, я не должна быть одинока в своих восторгах от этих теней, потому что они действительно такие просто невероятно красивые и замечательные. Так что напишите мне в комментариях, если хотите. Понравились вам эти тени вживую или нет, и купили вы их или нет. И почему? Такой небольшой опросик. Опять у нас такое болтологически красильное видео получилось. В общем, как-то вот так. Иногда дальше я затемняю иногда складку века, иногда дальше не затемняю складку века. Давайте немножко возьмём... Вообще, обычно я это делаю, не помню оттенок какой, тенями от Inglot, но так как у меня сейчас подруковых нет, давайте возьмём Шанельку 33 Прелюдия Палеточка. Вот этот самый такой светло-серый оттенок, и немножко его нанесём, затемним складку века. Совершенно обычно просто растушёвываю. Кисточка Мак 217, с которой я всё-таки примирилась. Вот. Ну, для более такого, не знаю, мне кажется, естественного, что ли, эффекта, можно и не затемнять складку. Это я так уже... Какая-то у меня импровизация идёт. Так. Ну и дальше начинается самое интересное. Мы берём чёрный карандаш. Самый лучший карандаш, это... Он самый мягкий, он самый легко растушёвываемый. Да, он на слизистый не очень хорошо держится, потому что он достаточно мягкий и быстро оттуда съедается, скажем так. Но вот в качестве каких-то растушёвочных моментов у меня карандашей было очень много. Я половину выкинула, половину отдала чёрных карандашей. У меня и Клоранс, и Make Up For Ever, то есть из дорогих, грубо говоря, карандашей, да. И обычные совершенно... Вот от Ева у меня были мозаик, от Би Ю, от... В общем, разных совершенно много у меня карандашей было, но самый лучший чёрный карандаш, это от Artvisage Black Silk 704. Ой. 701 номер. Такой вот карандаш, он безумно удобный тем, что он как бы вот тут выдвигается. То есть вот так крутите, и он выдвигается. Он самый мягкий, и он самый идеальный для растушёвки. И мы берём, собственно, карандашик, и по внешнему уголку века не очень аккуратно начинаем рисовать даже не линию, а просто такое пятно, скажем так. Причём рисуем так вот до середины, не заходя за внешнюю линию. То есть как бы вот у нас, сейчас скажу, у нас и так заканчивается глаз, грубо говоря, да, как по идее мы рисуем стрелку. Вот отсюда у нас начинается хвостик стрелки, по идее, идёт. Вот так, если приложить. То есть мы вот до этого, до этой границы доходим, дальше не выходим из неё. И когда дойдём до вот этой крайней, скажем так, границы, мы начинаем растушёвывать, ну не растушёвывать, а рисовать карандашом более толстую линию. То есть как бы у нас получается, грубо говоря, такой треугольник, который сужается к середине глаза. Ну вот такой не очень аккуратный треугольник, ну вот как-то, как-то так. Дальше немножко продлеваем по линии роста ресниц где-то вот до этого момента, до этого места, не совсем до конца глаза, а вот где-то до вот этого места, продлеваем немножко эту линию тоненько-тоненько, чисто по росту ресниц. Не делая её толстой. То есть вот у нас получилась какая-то неказистая, не стрелка, не линия, что-то в этом роде. Дальше я беру такая вот кисточка, такой бочоночек, что-то в этом роде. Она, по-моему, даже из натурального ворса, кисточка Кот Калор. Но таких кисточек очень много. Вот она такая абсолютно мягкая, вот такой бочоночек. И главное, очень мягкую кисть. Такой вот коротенький бочоночек имеет. И мы берём, я всё время немножко растягиваю, чтобы как-то удобнее было тушевать, мне так удобнее. И я беру, и просто сверху вниз, немножко залезая выше линии той, которую мы нарисовали, начинаю всё это дело тушевать. Просто размазываю, грубо говоря, размазываю. И получается, собственно, такой эффект. Потому что карандаш безумно легко тушуется, и ничего сложного в этом не происходит. Не получается сложно. Получается довольно легко. Как бы вытягиваю, грубо говоря, вверх. Вверх вытягиваю, это чёрный, штрихами сверху вниз. Вот как-то так. Не снизу-вверх, потому что снизу-вверх очень, вот, я сейчас попробовала, колется немножко кисточка, и неудобно получается. Можно из этого сделать стрелку, но я как-то не хочу такую размазанную стрелку делать. И немножко растушевываем вот эту линию тоненькую, которую мы нарисовали, идя ко внутреннему уголку глаза. Главное подобрать очень хороший мягкий карандаш, тогда всё само по себе растушуется, как надо. Если твёрдый карандаш, вы сотрёте до дырки глаз, и ничего хорошего из этого не получится. Дальше этой же кисти, не набирая ни карандаш, ничего, просто подводим до середины глаза нижнее веко. Сейчас мне надо зеркальце немножко другое. можно соединить эти две линии. Такой импровизированный уголок стрелку. Вообще, вот сейчас очень так насыщенно растушевалось, но мне нравится, когда ещё чернее. Хорошо вот сейчас, удивительно, что хорошо растушевалось. Я вот ещё чуть-чуть подкрашиваю и опять по той же схеме растушевываю, чтобы ещё почернее глаз был, нижний уголок. Ну вот, как-то так вот такая вот, грубо говоря, дымка получается. Дальше я всё в ускоренном режиме сделаю. Правый глаз, а сейчас хочу нанести тушь, которую я, по-моему, с собой тут и не взяла к себе на столик. Всё, тушь на месте, тушь в руках. Будем пользоваться ломком Грандиоз, чтобы более такой драматичный взгляд какой-то был для таких ресниц. И прокрашиваем больше одним, грубо говоря, разом. Мы прокрасим для равномерности ресницы по всей длине. А потом внешний уголок мы ещё немножко докрасим, чтобы он больше, более длинный был. Ну вот, как-то так, такой небольшой смокинг ежедневный. Я и на работу с таким могу ходить. Кстати, на работе многим понравился он. Вот. И куда-то на мероприятие, если чуть-чуть больше его зачернить, будет вообще здорово. Ну, схема, в общем, грубо говоря, вот такая. То есть вот такой вот глаз различия получается. Сейчас я быстренько сделаю ещё вот этот. Посмотрите в ускоренном режиме. Ну вот, как-то так всё получилось. Такое вот небольшое что-то типа смоки айс. Ну, совершенно такой довольно лёгкий, ненавязчивый на каждый день. Можно носить. Можно немножко другой цвет даже взять, наверное, карандаша. Можно ещё легче сделать. Ну вот принцип для меня, по крайней мере, вот такой. Мне в целом нравится, как это всё выглядит. И довольно просто и очень быстро всё это делается. Просто сейчас я очень долго всё рассказывала, чтобы вы поняли, как это всё делать. Я надеюсь, вы поняли. Для этого макияжа я бы добавила какую-нибудь совершенно нюдовую помадку. Например, Бью, которая моя любимая в оттенке 65. Она пахнет, знаете, как крем. Такую вот помадку. И мне кажется, совсем такой идеальный смоки. Что-то в этом роде получилось у нас. Давайте подальше сделаем. Вот как-то так чудовище в более-менее красавицу превратилось. Румяна вот абсолютно не видны на этом, не знаю, на этой камере. Но они очень много есть. Поэтому не обессудьте. Камера очень съедает. И вот я иногда растушевываю тени, и у меня сюда вылетает, и получается синяк. Ну, вроде сейчас не особо видно. В общем, вот, надеюсь, понравилось. Надеюсь, было информативно. И надеюсь, вы сможете повторить. Главное, найдите хороший карандаш. Или купите просто такой же. Не знаю, в Питере у нас арт-визаж продаётся в Улыбке Радуги, в Скарлетт, в Спектре, я не уверена, но возможно. То есть вот в таких магазинах он продаётся, эта марка. Вот арт-визаж Black Silk 701. Такой вот карандашик. Он, наверное, там один, я не знаю, может быть, несколько цветов. Но он безумно легко растушевывается, и всё безумно просто получается. Вот, всё. Всем спасибо за внимание. Ставьте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.